Верховный комиссар ООН по правам человека назвала Мариуполь самым смертоносным местом в Украине с начала боевых действий. Министры обороны НАТО обсудили снабжение Украины оружием и укрепление своего потенциала защиты. Генсек Яд Столтенберт говорил о необходимости сдерживания России. Великобритания наложила санкции на патриарха Кирилла за его поддержку военной агрессии России против Украины, говорится в заявлении властей. Глава Европарламента Роберто Мецол обсудила в Праге с руководством Чехии вопросы, связанные с председательством страны в ЕС, которое начнется с 1 июля. В период с февраля по конец апреля Мариуполь, вероятно, был самым смертоносным местом в Украине. Так, выступая в Женеве, охарактеризовала Верховный комиссар ООН по правам человека ситуацию в Мариуполе, ставшем ареной ожесточенных боев. Мишель Бачилет огласила данные по потерям среди гражданского населения, подчеркнув, что реальные цифры могут оказаться в разы больше. Многие с безопасностью собирали информацию от людей, покинувших город, и со спутниковых снимков. Многие погибли в результате обстрелов, другие сгорели или задохнулись в результате пожаров, которые не удалось потушить из-за отсутствия пожарных служб. Из-за нехватки питьевой воды люди совершали длительные и опасные походы к колодцам или открытым водоемам. Другие были вынуждены топить снег или пить воду, добытую из автомобилей или другой техники. Бачилет назвала гуманитарную ситуацию в Мариуполе катастрофической. Обратилась она и к России, призвав ее, как оккупирующую державу, выполнять все обязательства в соответствии с применимым международным правом. На что постпред РФ Геннадий Гатилов обвинил Управление Верховного Комиссара ООН по правам человека в игнорировании фактов и свидетельств нарушения норм международного гуманитарного права с украинской стороны. Министры обороны стран НАТО встретились в Брюсселе, чтобы скоординировать усилия по дальнейшей поддержке Украины в ее противостоянии с Россией и укреплению своего потенциала коллективной защиты. Это означает развертывание дополнительных боевых формирований для укрепления восточного фланга Трансатлантического Альянса и увеличение запасов вооружений для повышения его обороноспособности. Российская агрессия меняет правила игры, сказал генеральный секретарь Йенс Столтенберг. Поэтому задача НАТО поддерживать убедительное сдерживание и мощную оборону. Сегодня министры обсудили масштабы и структуру будущей позиции, а также то, как мы можем действовать во всех военных сферах, существенно усиливая наше присутствие, материально-техническую базу и боеготовность. Тем временем руководители Украины просят выделить ей больше оружия и прислать его побыстрее, учитывая, что на востоке страны продолжаются ожесточенные бои, а ключевые объекты подвергаются интенсивным бомбардировкам. Советник президента Михаил Подоляк заявил, что Украине срочно нужна тысяча натовских 155-мм гаубиц, 300 систем залпового огня и 500 танков. Пока из необходимого количества они получили половину танков, одну шестую ракетных систем залпового огня и около четверти гаубиц. Так что есть разрыв между тем, что хотят украинцы и тем, что им предоставили, сказал американский специалист по оборонным приоритетам Раджан Мэннон. Битва за Донбасс находится в критической стадии. Если русской армии удастся окружить в котле украинские войска, они могут потерять от 10 до 20 тысяч человек. Среди них наиболее обученные и опытные солдаты, которых нельзя легко заменить новобранцами. Встреча министров обороны предшествует саммиту НАТО в Мадриде в конце месяца. На нем будет согласована новая стратегическая концепция Альянса, в которой будет изложена общая позиция в отношении России, а также ответы на вызовы, брошенные Китаем. Британия наложила санкции на патриарха московского Евсея Руси Кирилла за его активную поддержку военной агрессии России против Украины, говорится в официальном заявлении властей. Министр иностранных дел Листрас пояснила, что предстоятель Русской Православной Церкви, цитата, «будущий давним союзником Путина, злоупотреблял своим положением для оправдания войны». В РПЦ охарактеризовали это решение как абсурдное, контрпродуктивное и способствующее разрыву европейского сообщества с Россией. Под ограничение попала и уполномоченная при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова. Ее обвиняют в принудительном вывозе сотен украинских детей и организации их усыновления. Также включены четверо полковников 64-й отдельной мотострелковой бригады ВС России, которых Лондон считает ответственными за военные преступления в Буче. Вышеперечисленным лицам запрещен въезд в Соединенное Королевство, их активы в британской юрисдикции заморожены. Глава Европарламента Роберто Мецоло прибыла в Прагу, чтобы обсудить с руководством Чехии во главе с премьер-министром Петром Фиалой вопросы, связанные с председательством страны в ЕС, который начнется с 1 июля. Петер Фиала представил приоритеты чешского председательства, отметив, что вызовы, возникшие в результате российской агрессии в Украине, повышают ожидания. Это подтвердило и Роберто Мецоло. Текущая ситуация в области безопасности и геополитическая обстановка, вероятно, окажет исключительное влияние на работу председателя ЕС. Это будет включать в себя постоянную военную, финансовую, политическую и гуманитарную поддержку, а также многое другое, более долгосрочные действия, такие как обеспечение места Украины, нашей европейской семье и начало планирования реконструкции. Мецоло также сообщило, что на саммите ЕС 23-24 июня в Брюсселе представит поддержку Европарламента для получения Украины статуса кандидата на вступление в Содружество. Петер Фиала со своей стороны подчеркнул важность единства действий ЕС перед лицом таких вызовов, как российская агрессия против Украины и выразил пожелание проведения осеннего саммита ЕС, посвященного восстановлению Украины, с личным присутствием президента Владимира Зеленского. Будапешт готов пойти на компромиссы с Брюсселем, чтобы получить свою долю денег из фонда восстановления ЕС после пандемии и устойчивости. Об этом заявил в интервью Евроньюз член венгерского кабинета и бывший еврокомиссар Тибер Наврачич. В Венгрии причитается около 15 миллиардов евро в виде грантов и дешевых кредитов. В прошлом году она представила свой план их расходования, но он до сих пор не утвержден Еврокомиссией, которая обвиняет правительство Виктора Орбана в нарушении принципов правового государства и неуважения общих ценностей. Я недавно назначен министром по фондам Евросоюза. И это должно придать новый импульс переговорам о разблокировании нашего доступа к восстановительному фонду, сказал Наврачич. Учитывая, что Венгрия является последним государством-членом ЕС, у которого нет согласия с Еврокомиссией по национальному плану восстановления, наша цель максимально ускорить переговоры, чтобы мы могли подписать соглашение до конца года. Экономическая ситуация в Венгрии в последнее время ухудшилась. Резко упал курс национальной валюты Форента. Правительство было вынуждено объявить о дополнительных налогах и сокращении бюджета из-за высокого дефицита. Будапешт все больше нуждается во внешнем финансировании. Брюссель потребовал от него дополнительных шагов для более эффективной борьбы с коррупцией и изменения системы распределения союзных фондов. В беседе с нашим корреспондентом Шандером Жиришем Наврачич сказал, что такие шаги будут сделаны. По вопросам использования европейских средств, конкуренции при получении государственных заказов и коррупции, мы предлагаем вещи, с которыми эксперты Еврокомиссии могут согласиться, подчеркнул министр. Надеюсь, что будет достигнуто соглашение и на политическом уровне. Эти шаги в настоящее время дорабатываются. Если Венгрия не договорится с остальным Евросоюзом до конца 2022 года, она потеряет 70% средств, выделяемых на ее восстановление. 30% будут перенесены на следующий год. Французские археологи пытаются разгадать тайну затонувшего 1300 лет тому назад судна, обнаруженного в старом русле реки Гаронны недалеко от Бордо. В то время этот город находился под контролем мировингов и входил в состав независимого герцогства Аквитания. В эти выходные находку представят широкой публике. Внутри судна, между половицами, между шпангоутами и корпусом, мы нашли керамические изделия, которые относятся к 7-8 векам. Так что это не так уж плохо. Нашли кусочки кожи, которые могли принадлежать кому-то, кто работал с кожей на борту лодки. Нашли лом, обломок деревянной ложки, которая, возможно, принадлежала кому-то, кто жил на этом судне или обедал там. Первые исследования показали, что деревянное судно длиной 12 метров, по всей видимости, перевозило сельскохозяйственные товары. Деревянные керамические изделия по реке и до побережья Атлантического океана в период между 680 и 720 годами. Но его происхождение пока остается загадкой.